Уварова встретил главу региона насыщенной программой. И первым пунктом стала ЦРБ, один из корпусов, который перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Проблема актуальная, и для ее решения здесь есть все. Диагностическая база, реанимация и, конечно, подготовленный персонал. Здесь будут работать 20 врачей, из них 3 реаниматолога. Будут работать 40 медицинских сестер и 20 младшего медицинского персонала, санитарчик. Все эти люди прошли обучение по 36-часовой программе, поэтому они готовы к работе. К 70% коек здесь подведен кислород. Но значение сейчас имеет не только это. Речь идет о постепенном снятии ограничительных мер, а для этого, в числе прочего, необходимо, чтобы не менее 50% мест было свободно. Ранее в области уже открыли 4 ковид-центра, которые обеспечивали нужный коечный фонд. Но Минздрав провел новые расчеты. Вот сегодня пятый центр, где мы находимся здесь, который тоже позволит нам еще дополнительно 120 коек ввести в эксплуатацию, ввести, так сказать, в действие. И таким образом норматив, который нам увеличен в два раза, это 1007 коек уже тоже будут исполнены в самые ближайшие дни. Потому что в Мичуринском районе на базе тоже центральная районная больница сейчас вот последние там подготовительные мероприятия проходят, чтобы еще тоже свои койки открыть. По словам председателя областной думы, выплаты тамбовские медики получают в полном объеме. Практически все выплаты, которые положены медицинским работникам в соответствии с теми методиками, которые разработаны Министерством здравоохранения по Тамбовской области, проведены и проводятся. Бывают некоторые моменты, в общем-то, организационные уточнения, но практика показывает, что они оперативно решаются. И у нас, в общем-то, обиженных людей, насколько я знаю, среди медицинских работников нет. Следующим пунктом в маршруте губернатора стал строящийся детский сад «Вишенка». Объект создают в рамках нацпроекта «Демография», а его стоимость 61 миллион рублей. Ориентирован он будет на развитие творческих способностей, поэтому здесь предусмотрены арт-зона, сенсорная комната, музыкально-спортивный зал и многое другое. Строительство началось в прошлом году и идет высокими темпами. Сейчас здесь отделывают внутренние помещения и монтируют фасад, а уже к концу августа здания введут в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 50 мест, а это три группы, причем для самых маленьких, до трех лет. На обучение тут уже записан 41 малыш. Ожидается, что это учреждение поможет избавиться городу от очередности на устройство в детсады. Я, проинспектируя вход строительства, удовлетворен. Считаю, что в прошлом году мы несколько детских садов на 850 мест ввели. В этом году тоже ведет строительство 7 детских садов. Я уверен, что ту программу, которую мы выполняем в части создания необходимых условий, в первую очередь для мам, в части обеспечения занятости, мы эту программу, конечно, сможем выполнить. Последней главой региона встретила главная площадь города. Для ее благоустройства задействовали сразу две программы – формирование комфортной городской среды и народная инициатива. Жители Уварова уже давно просили обновить эту территорию в 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, многих не устраивало соседство памятника жертвам гражданской войны, Ленина и храма. Но уже в 2019 году здесь стартовали работы. Комфортная помощь для приобретения вот такой спортивной зоны, которую мы там поставим. Ставим в центре за 4 миллиона детскую площадку с резиновым покрытием в соответствии с всем современным требованиям. Делаем дальше плиточное сообщение, продолжаем дорожку, что-то единым целым это сделано. Вот сейчас сносим, там была сцена старая разбита и так далее. Здесь уже создали парковую зону с аллеями, отреставрировали памятник Ленину и частично выложили плитку. А в целях безопасности установили светофор и камеры видеонаблюдения. Такое преображение площади, как и других общественных пространств области, идет горожанам на пользу. Эта работа будет продолжаться, потому что без этого невозможно улучшение качества жизни населения нашей Тамбовской области. И мы, я имею в виду и депутатов Тамбовской областной думы, да и уверенная Александра Валерьевича Никитина, областная администрация, будем несомненно вот такие движения, такие начинания поддерживать и финансировать. На благоустройство площади Ленина выделено около 25 миллионов рублей. Завершатся работы осенью текущего года. Дмитрий Сергеев, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей.